Радио. Болтком. Утро на Болткове. Должны происходить чудеса, мне кажется, накануне Нового года. И вот такое чудо произошло в нашей студии. Наконец-то нам удалось установить связь с самим Дедушкой Морозом. Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие, большие и маленькие. То есть у нас большой и маленький мы выясним потом. Да, ну я имею в виду, вот мы, это Олег Пека и Александр Шунин. Да, мы очень-очень переживали, Дедушка Мороз, что вот сможем ли мы увидеться и услышаться. Хорошо ли мы себя вели в уходящем году. Чтобы дождаться. Насколько работа Дедушки Мороза сложна? Насколько трудна? Хотели мы узнать, много ли работы под Новый год? Всех ли успеете обрадовать подарочками? Думаю, что всех успею. В этом году я постарался еще сделать так, чтобы было по-настоящему морозно и снежно. В отличие от нескольких годов ранее, когда мне было не очень ловко и колдовство на снег и на мороз, у меня не всегда получают. Да, всех. Да, всех доеду, все подарки получат. Как же без этого? Я прям не знаю. Можно ли задать Дедушке вопрос, Дедушке Морозу вопрос по поводу вакцинации? Как же вот Дедушка Мороз всех посетит наверняка? А вакцинированный он или это не относится к Деду Морозу? Ну, я вакцинированный Дедушка Мороз, но на самом деле это к моему делу не относится. Нет, на самом деле, серьезно, как в этом году, учитывая все эти эпидемиологические требования, можно посещать детей, радовать их подарками? Могут ли сесть они на коленях Дедушке Морозу, должны ли быть они в масках? Ну, такие вот даже, ну да, серьезные, может, вопросы. Ну, Дедушка Мороз, приходя в семью, становится Дедушкой в семье. И, конечно, я усаживаю детей на коленки. Честно скажу, я, как человек, живущий Дедоморозовской параллельной жизнью, не совсем знаю, можно это или нет. По-человечески это не только можно, это нужно. А маску ребенку надевать, это что, карнавальный костюм? Ну, как-то, если обыграть, нет, потому что несколько дней назад мы общались с Марианой Миловской, руководительницей организации «Доктор Клоун». Они очень сильно жалуются как раз на все эти требования. Ну, как жалуются? Она делилась тем, как осложнилась их работа, что прямого контакта с детьми нет, а на этом, в общем-то, строится вся их работа, и приходится чуть ли там не в окно им махать и взаимодействовать. Ну, есть свои какие-то вот нюансы, которые этот год все-таки наложил. А, кстати, может быть, действительно сейчас Дедушка Мороз приходит онлайн, там, виртуально, как вот в нашу студию? И такое тоже есть, вот к вам пришел онлайн. Современный Дед Мороз. Чего же быть без маски? Ну, то есть такие тоже случаи бывают, что поздравляете детейшек вот виртуально. Поздравляю детишек виртуально, и вот, как вы сказали, были случаи, когда подходил и просто в окно махал и расставлял в подъезде подарки. А то есть будет что вспомнить об уходящем 2021 году. Раньше наверняка байки были какие-то повеселее. Вообще, самое странное какое-то поздравление Дедушка Мороз, какое было в вашей практике? Самое странное, наверное, когда я был больше похож не на Дедушку Мороза, а на Дедушку Дождь, когда я входил в очень красивый, богатый дом и шлепал, после каждого шага оставались лужи от Дедушки Мороза на красивом парке. Дополнительный стресс для ребенка. А, Дед Мороз тает! Да, было такое. Вот дети хором кричали, переживали. Я говорю, слушайте, пойдемте куда-нибудь на улицу подновес. Дома я не растаю. Много ли нужно знать Дедушке Морозом? Как становится Дедушкой Морозом? Понятно, что это и возраст, но какие определенные знания должны быть, чтобы претендовать на это? Я думаю, что не столько знать, сколько любить детей и людей, к которым ты приходишь. Если этого нет, чего бы ты не выучил, чего бы ты не знал, оно не работает. Какие-то ловушки наверняка есть. Дети, публика сложная. Я так понимаю, в основном аудитория Деда Мороза – это все-таки детишки. Какие-то каверзные вопросы наверняка есть. Не верят, может быть, кто-то, что в Деда Мороза говорит? Как приходится реагировать, если кто-то не верит в Деда Мороза? Как можно не верить в Деда Мороза, кстати, я не понимаю, если честно. Ну, начинается элементарная торговля. Если не веришь, подарка не получишь. Подарок, да, не филе. Торговля. Знаете, Дедушка, я бы это назвал просто угрозой. Один из самых сложных моментов – это если ребенок испугался и заплакнул. Тогда вот Дедушка обязан решить эту проблему, успокоит ребенка. Бывает и бывает. А как это происходит? То есть чем успокаиваете? Чем успокаивает? Ну, во-первых, в дистанции. То есть не пытаясь сразу залезть к этому ребенку близко. И в прятки играли, и перекрикивались, и отвлекались. Разные вещи. Здесь нет единого. Судария, все по ситуации. А до какого возраста, ну вот с какими возрастами чаще всего приходится сталкиваться Дедушке Морозу? Потому что мы регулярно видим в интернете картинки, например, с Санта-Клаусом, которому приходится иногда фотографировать с уже взрослыми девицами, чуть ли не разодетыми под панков, которые выглядят действительно немножко очень смешно. Вот вроде бы девица уже должна с ребятами гулять, а в принципе вот она с Дедушкой Морозом тоже ждет подарка. Нет, ну такие ситуации достаточно редкие. Я все-таки не Санта-Клаус. Дедушка Мороза. У меня средний возраст до 10 лет. Иногда сам взрослыми бывает тоже интересно, они становятся как маленькие. Но в основном, конечно, дети и кто-то. Можно ли говорить о том, что дети, ну вот вы только что сказали, основной возраст до 10 лет, как-то поменялись за последние, не знаю, 5, 10, 15, 20 лет? Стежков меньше знают. А что, вместо стежков рэп читают? Ну, иногда мультики пересказывают, иногда рэп читают. Не, мы читают, но коротенькие. Длинные стихи трудно укладываются. А что вообще, как нужно подготовиться к встрече с Дедом Морозом? Вот, может быть, ну вот, это я уже адресую к родителям. Что родителям, как родителям нужно подготовить ребенка к встрече с Дедом Морозом? Ну-ка, прежде всего, вон, подготовить какой-нибудь стежок, который на ушко Деду Морозу можно прочитать. Можно подготовить песню или танец. Это уже на ваш выбор, на что согласится ваш ребенок для того, чтобы заработать подарок. Если он совсем ничего не знает, пусть загадки отгазывает. Загадки все люди отгазывают. Может быть, проверим на нас какую-нибудь загадку? Загадай нам, Дедушка Мороз, какую-нибудь загадку. Опозоримся на всю страну. Четыре четырки, две раскопки, седьмой хлебестон. Кто это? Вот я чувствую, я без подарочка выйду сегодня. Я чувствую, что я даже не расслышал эти сложные термины. Четыре четырки. Четыре растопырки. Две растопырки. Две растопырки. Нет, четыре четырки. Да, четыре четырки. Две растопырки. Две растопырки. И седьмой хлебестон. Кошка. Ну, я на оленя бы поставил. Ну, у него хлебестон маленький. Вообще-то это корова. Ну, почти. Ну, я был ближе. Но Дед Мороз мне подсказал. Я видел рога, точнее, я понял по жесту. Ну, на самом деле, я так и живым показываю. И не в зубе. Он сказал живым. Погу еще про чудовище загадать. Да, давайте, давайте. Что-то как-то вот пошло. В животе баня, в носу решетон, на голове кубок, одна рука и тяга на спине. Но это не течь. Чайник. Чайник. О, на кухню ухожу. Браво. Так что вы, дорогие мои, на подарки можете придать, давай. Ну, видишь. В общем, мейл пришлем, точнее, мейлом пришлем адрес. Если уж все так в виртуальной, на удаленке, то надо отрабатывать до конца это. А сегодня, я так понимаю, завтра, да, основной день будет? Сегодня тоже как-то уже расписано все это, да? Завтра, завтра. Сегодня подготовка, сортировка подарков. Сколько примерно уходит на посещение одного вот ребенка? Сколько, ну, в среднем, получается, времени? Полчаса. То есть полчаса на каких-то вот рассказов, загадок, каких-то всевозможных общений, да? Да, на игры, на осмотр дома. То есть один визит примерно полчаса. А как вообще вот в наши непростые времена, мы постоянно слышим там разговоры там, даже в рекламе про мошенников, которые там маскируют, не подозревают ли в чем-нибудь вот Дедушку Мороз сразу там, а, там вот, чтобы нам не наткнуться там на какого-нибудь злодея? Домушников. О, это вы меня как-то огорошили, или меня бухнило. Не было таких случаев. Тарапанное радио передает информацию о том, кто ты и что ты. И, как правило, не случайно попадаешь в что-то или иной дом. Про тебя уже заранее знают. И ждут, да? То есть таких вот... Так что нет, такого не было. А долго нужно учиться самому Дедушке Морозу, вот, ну, чтобы стать Дедом Морозом? Ну, честно говоря, эта ситуация, как прыжок в воду, чтобы научиться плавать, произошла 25 лет назад. Самое главное, то есть, отнервничать. А там все, все вкладывается замечательно. Но за эти четверть века нет такого ощущения, что какая-то рутина, все-таки каждый Новый год одно и то же? Ни в коем случае, нет. Нет. И я со своей стороны очень жду этого праздника, потому что вы себе не представляете, как приятно быть чудом. Ощущать себя чудом для других. То есть вот тот старый анекдот про... Помните, про актера, которому там звонит Спилберг, и он отвечает, какой Спилберг, у меня елки. Это правда, на самом деле, да? Это интересный процесс, который затягивает. Очень близко. Потому что так приятно, когда себе рады. И несмотря на то, что... Ну вот, считайте, 25 лет я не справлял никакой Новый год дома. Дед Мороз разносил подарки. И для меня это гораздо более интересное времяпрепровождение праздника, нежели сидеть дома за стульями. Дед Мороз, я понимаю, вопрос скандального немножко содержания, особенно для утреннего эфира, но тем не менее, как часто предлагают, ну вот выпить наливают? Да почти всегда и почти всегда отказываешься, потому что Дед Мороз должен оленями управлять. Ну да. Да, за рулем нельзя. Но все равно прозвучало ключевое слово «почти всегда». Почти всегда, да. Предлагают. Предлагают. И никогда ни капли. Вот. Вот, это важно. Ключевое слово «никогда». Да, да, да. Есть еще вопросы к Дедушке Морозу? Я даже вот просто хочу, чтобы Дедушка Мороз сказал нам «Елочка, гори!», хотя у нас здесь в студии нету елочки, но просто чтобы вот чудо совершилось, чтобы мы ощутили вот какое-то такое прямо вот новогоднее настроение. Дедушка Мороз, поздравь нас с Новым Годом наступающим. Ну, дорогие мои, чего я могу пожелать в этот сложный год? Любви друг к другу и терпения. И хоть я Дед Мороз, и главная моя задача делать морозные снежные, но хотел бы я пожелать, чтобы в ваших душах, в ваших сердцах, в ваших семьях и домах было тепло, солнечно и совсем не по-зимнему, по-летнему. Любите друг друга, пусть будет тепло. А и стало тепло, на самом деле работает. Спасибо. Огромное спасибо, Дедушка Мороз. С наступающим тебя тоже. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Хорошего, счастливого Дома. Ну, что же, что же, что же. Осталось только нам попрощаться и закрыть последнее в этом рабочем году «Утро на балкоме». Ну, а впереди... Проанонсировать, что будет дальше. Проанонсировать мы можем, да, что потом у нас очень насыщенная еще программа, поскольку скоро совсем появится в студии Абик Элкин, и его гостью будет доктор психологии Алена Якуб и исследователь Латвийского центра биомедицины, микробиолог Никита Зрелов. Ну, а мы услышимся уже в новом 2022 году, поэтому с наступающим. Пускай этот год будет удачным и светлым, и здоровья всем, и удачи. Все будет хорошо.